привет всем в прошлом видео я рассказывал о таком наборчике сверла и биты riobi а сейчас я вам хочу рассказать про шуруповерт riobi вот такой а потом еще расскажу про этот монстр это ударный шуруповерт это простой шуруповерт и так шуруповерт riobi cdc 1802 18 вольтовый купленный он был двенадцатом году то есть сейчас ему три года он очень плотно использовал со мною пару лет и я в принципе не доволен то есть он меня устраивает для тех задач которые я на него возлагаю куплен он был в составе вот такого вот замечательного набора который входило два никель-кадмио аккумулятора сумка и шуруповерт стоил этот набор 1430 рублей покупал на сайте артем туз кому интересно сайт артем туз очень классные ребята потом я у них еще другую технику брал и так что здесь интересно он очень удобный он очень хорошо лежит руки у него обрезиненный курок очень удобно нажимать единственное что сила пружины как бы великовато немножко палец устает давить очень удобно перемещается переключается скорости клавиша большая переключение направление вращения и удобно нажимать с этой стороны вот так вот пальчиком нажимаешь или с этой стороны вот так вот раз два то есть это происходит до автоматизма на маките и на hitachi это клавиша маленькая и ей пользоваться неудобно этот шуруповерт в этом плане очень удобно при больших работах допустим ну целый день работал на крыше крутил крышу вот это место начинает давить на руку единственный косяк то есть вот здесь появляется надав можно мозоль заработать видно через отверстие что видно двигатель и толщина медного провода около 0,7 миллиметра я вам реально говорю что медный провод из которого намотана катушка этого двигателя очень толстый он позволяет пропускать через себя большие токи охлаждение очень хорошее много отверстий для охлаждения то есть если я hitachi смотрел или макита у него мало отверстий для охлаждения у этого здесь отверстие здесь это линейка шуруповертов старая сейчас она уже не выпускается что еще один раз пользовался уровнем это уровень для точного сверления пузырьковый уровень пригодился только один раз здесь есть такая вот поворачивающиеся кольцо это муфта проскальзывания когда допустим крутите гипс нужно ставить автоматическое проскальзывание трещотку но где-то около тех значений которые чтобы на шуруп через гипс не рвался единственное что смутило патрон не самозатягивающийся хотелось бы сама затягивающийся патрон сюда поставить тогда бы этому шуруповерту бы не было равных так скажем он дешевый то есть отдельно тушку можно за полторы тысячи можно было взять сейчас дороже позволяет зажимать до 10 миллиметров диаметром сверло или еще все что хотите какой-нибудь перемешивать раствор если нагрузки очень большие допустим просверление то может прокручивать сверло не надо было много сверлить один раз стальные столбики сверли и он у меня прокручивал губки без победитовых напаек то есть это дешевый патрон самый обычный пользовался макитой у макиты самая затяжной патрон как этот патрон снимается там глубине видно болт если присмотреться вон туда в нем вот у этого болта виднелась серединке шпинтик который не дает туда вставить крестовую биту то есть его можно стронуть этот болт по моему у него левая резьба вот этот момент надо узнать чтобы снять этот патрон нужно открутить вот этот болт и тогда патрон снимется и тогда уже нужно про можно посмотреть какой здесь хвостовик чтобы на него купить сама затягивающийся патрон так еще один плюс здесь контакт с магнитом классно то есть сюда можно насыпать много шурупов и они все держатся когда вы работаете где-нибудь на вершине или просто строите что-то села так вот насыпаю сюда шурупы все и я начинаю их крутить то есть они вот так насыпанные я беру достаю отсюда шуруп ставлю набитую и работаю что еще он мощный сам по себе по моему он 37 ньютон и метров крутит очень легко переключается скорости кстати здесь резинка очень удобно обрезине тут внутри стоит планетарный редуктор так ну что показать вам как крутит работает двигатель вот эту штуку я прилепил сам когда на крыше работаешь нужно привязывать его делаешь зряк шнура вот в таком виде я с ним работал слышно как пищит частотный преобразователь сейчас вот имел обращение с макитой у нее цифровой не слышно регулятор скорости здесь удобно допустим надо сверлить что-то переключился если надо что-то тяжелое закручивать глухари там или еще какие-то вещи переключился на единичку как не удержишь 18 вольт говорят сами за себя к нему или 37 или 42 ньютона метров в общем показал себя положительную сторону потом я к нему до купил еще одну классную штучку я докупил вот такую тушку за 2 300 это ударный шуруповет но это уже другая история я покажу его в другом